Сегодня мы с вами поговорим о состоянии тревоги, какие состояния формирует тревога в организме, какими она проявляется клиническими, субъективными проявлениями, и какое это имеет значение для нашего здоровья в целом, а в частности, для состояния нашей крови. Я вам покажу несколько упражнений, которые лишь за 5 минут, всего лишь за 5 минут, помогут вам избавиться не только от состояния тревоги, но и от ее проявлений. А именно такие, как летучие головные боли, как спазм в области живота и кишечника, как нарушение сна первой и во второй половине ночи, как различные проявления того состояния, которое называется вегетососудистая дистония. И плюс к этому, я хочу вам сказать еще, уважаемые коллеги, о том, что очень часто шейные, грудные, пояснично-крестцовые прострелы являются своеобразным лицом, отражающие состояние тревоги, состояние спастичности в нашем организме. Когда мы, самые уважаемые коллеги, говорим о состоянии тревоги, то нам нужно обязательно с вами подразумевать то, что тревога, в первую очередь, отражается на состоянии нашей с вами крови. Вы спросите, а каким образом? А я вам отвечу, очень простым. Потому что, зачастую тревога, это то психоэмоциональное состояние, в котором человек находится в состоянии неопределенности, в состоянии напряженности. И в этом смысле, как ведут себя наши системы? В основном, они спастируются. А тогда, когда наши органы находятся в состоянии спазма, как это отражается на состоянии нашей крови? В буквальном смысле, меняется формула крови. В первую очередь, это отражается на кислорода, несущей, то есть, красных форменных элементах крови. Мы, то есть, наши красные кровеносные телеса, впадают в состояние депрессии, в буквальном смысле. Кислород на них не цепляется. Наш мозг становится бедненьким, в этом смысле. И какие нас в этом плане начинают сопровождать состояние? Совершенно верно. То, что широко известно под названием панические атаки. Что такое панические атаки? Это, в буквальном смысле, продолжение состояния тревоги, когда наш мозг, на уровне своей старой коры, так называемой палеокоры, снимает вот эти вот сигналы и начинает бить тревогу, которая сопровождается или выделением гормонов, таких кровь, как кортизол, который, в свою очередь, является причиной выработки другого гормона, антагониста, прогестерона. И вслед за этим, у нас происходит угнетение такого очень важного для человека, для человеческого организма гормона, как лютеотропные гормоны, которые, в первую очередь, влияют на состояние фертильности у женщин и на состояние фертильности у мужчин. Почему это происходит? Потому что мозг, выключая йет, он не видит необходимости в своем продолжении, в продолжении своего вида. Вы хотите, вы можете сказать, что это очень сложное объяснение, но на самом деле, это имеет место быть. Поэтому огромное количество постревожных состояний, а это их огромное количество, это из-за заболевания крови, я хочу вам сказать, может быть, занимает третье, если не ведущее место, в постревожных состояниях, в развитии постревожных вот этих вот самых хвостов. Почему это происходит? Это происходит, по одной простой причине, потому что происходит угнетение такого очень важного компонента красной крови, как гемоглобин. И вот включается целая цепь химических изменений в формуле крови, которая отражается потом и на состоянии нашего мозгового кровоснабжения, и на состоянии питания сердечной клетки, клеток сердца, и на состоянии кровоснабжения наших внутренних органов, которые занимаются качеством детоксикации, очистки организма, которые занимаются накоплением и перераспределением энергии. Одним словом, тревога, это очень грозное и очень конфликтное состояние по отношению к нашему с вами здоровью. Подробнейшим образом мы с вами будем на эту тему говорить на нашем ближайшем вебинаре, который пройдет вот буквально уже через читанные часы. А сейчас я вам покажу несколько упражнений, которые входят в большую систему противотревожных воздействий, и вы их сами можете замечательно исполнять своими руками. Итак, знаменитый конфуцианский треугольник противотревоги. Что такое конфуцианский треугольник противотревоги? Это применение трех точек, которые находятся у вас на лице. Первая точка, это точка межбровного союза. Вторая точка, а она парная, то есть, значит, их две, это точки, которые у нас находятся перед козелком с одной стороны и перед козелком с другой стороны. Каким образом мы начинаем воздействовать на эту точку? Мы снимаем напряжение внутри нашего мозга. Мы снимаем напряжение с наших межмозговых оболочек. Поэтому точка Интян у нас возглавляет вот этот самый треугольник. Что мы делаем? Мы ставим указательный палец или любой какой-то предмет, который мы можем воздействовать по часовой стрелке, по отношению к собственному телу, и воздействуем на эту точку в течение 90 секунд. После этого, если вы левша, вы начинаете воздействовать на левую точку, перед козелком, в течение 90 секунд, по часовой стрелке, по отношению к телу. Если вы правша, вы делаете то же самое перед правым козелком, а потом меняетесь местами. Таким образом, мы с вами четыре с половиной минуты тратим на биологически активные точки или, условно, на биологически активную зону противотревоги на нашем лице. Для того, чтобы усилить это состояние, мы настоятельно вам, Сатьяна Владимировна Картенко, рекомендуем применение нашего авторского упражнения под названием «Палка прачки». Почему мы ее так называем? Потому что вам нужно иметь вот такой вот предмет, для снятия тревоги, не надо этой палкой бить себя по голове или бить своих соседей. Здесь очень серьезный момент, он связан как раз таки с тем, что применение палки позволяет нам очень быстро освободиться от продуктов распада в нашем организме. В первую очередь, которые происходят и накапливаются в русле нашей крови. Поэтому, вот эти вот самые пресловутые посттревожные, постметаболиты, они потом, как раз таки, являются причиной раздражения печени, раздражения желчного пузыря, раздражения нашего мозга. Не отсюда ли такое огромное количество раковой мозговой патологии? И поэтому, что вам нужно с вами сделать? Нам нужно с вами сделать? Взяв такую палку, вот таким вот образом ее захватить своими ладонями, вывести на уровень солнечного сплетения, на расстоянии 10-15 сантиметров от нее, глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и имитировать выкручивание, как будто вы прачка, извините, или как будто вы выкручиваете собственное белье, или то, что вы стираете. Вам нужно избавиться вот от этой лишней мозговой влаги, грубо говоря. Вам мозг, ваш мозг вам покажет. Левша ли вы, правша, все равно вам мозг покажет, какая рука у вас будет ведущая. Итак, вдохнули, резко выдохнули и, не дыша, в течение пяти секунд, пытаемся палку выжить. Обязательно восстанавливайте дыхание. Огромная просьба! Если вы видите этот ролик, если вы его посмотрели, напишите, пожалуйста, о своих ощущениях. Поделитесь с нами своими впечатлениями. Это очень важно, с той точки зрения, что на нашем вебинаре мы разберем ваши претензии к себе, мы разберем ваши вопросы, и остановимся еще лишний раз на том, как качество очищения крови зависит от того, насколько вы находитесь в поле стрессогенности, находитесь вы в поле тревоги, и насколько это вам мешает жить. Ссылочка на наш вебинар находится прямо под этим видео, прикрепленном в комментарии. Милости просим! Я сейчас показал вам только несколько приемов скорой помощи. Часто самостоятельно использовать их нельзя. Чтобы надежно помочь себе и освободить себя от тревоги, очистить кровь от накопленных метаболитов, гормонов стресса и начать жить совсем другую жизнь, приглашаем вас на наш интенсив очиститель крови. Какие же результаты вы получите от комплекса упражнений нашего интенсива? Вы почувствуете, как усталость от тревоги и переживания сменятся на прилив энергии, уйдут боли спине и шеи, улучшится качество сна и ночного отдыха, когда сил будет достаточно до конца трудового дня. Вы сможете изменить биохимические показатели крови и даже зафиксировать это лабораторно. Очищая кровь, вы отодвигаете от себя угрозы развития новообразования и инсулинорезистентности. Подробная информация об интенсиве в описании под этим видео. Регистрируйтесь, обязательно приходите, выполняйте комплекс упражнений вместе с нами, фиксируйте результаты и будьте здоровы!